Всем привет! Меня зовут Дискодансер Ронь, и я приветствую вас в мастерской Пимп Майте. Привет! Сегодняшним нашим гостем стоит французский средний танк 9 уровня Bat Chatillon 25TAP. Для меня этот танк довольно долго оставался в тени, потому что я вообще на французах не умею играть, и на средних танках, и на легких. Только в этом году как-то у меня, знаете, все пошло в гору. Я его купил, мне он очень-очень понравился. Есть у него, конечно, пару минусов, но я вам расскажу о них чуть-чуть попозже. Но у него есть офигенный барабан, и точность довольно-таки неплохая. Да, он иногда мажет, иногда вот-вот часто мажет. То есть ты можешь с барабана выстрелить два снаряда, три куда-то улететь, они могут вообще в разные стороны. Иногда он не пробивает, тоже такое бывает. Но если вы разрядили целый барабан врага, то значит все, вы победите. Ну, точнее, врага уже обычно не бывает, потому что этот танк способен разнести почти любой танк, ну, на 90%, ну, на 80, окей. То есть 20% от врага остается. Если у врага, допустим, уже минус 20%, скорее всего, вы его просто уничтожите и убьете. Ну, если все попадут в снаряды, и они все будут с пробитием. В общем, машина очень-очень жесткая и очень крутая. Также наш 25 ТАП обладает хорошей скоростью и хорошей маскировкой. Это позволяет вам кустодротить именно так. Потому что иначе, если вы будете где-то сражаться вблизи, у вас есть вариант легко потерять пол лица. Однако, даже если вы сражаетесь где-то с тяжелыми танками, есть вариант развалить кого-то. Это тоже такое, ну, нельзя как бы забывать про это. Но, однако, нужно быть очень-очень осторожным. Если вы вдруг решили пободаться там с тяжиками, да, вот вам решилось, захотелось взять развалить пару тяжиков. И вы поехали на фланг с тяжиками и начали там раскидывать всех. Ну, и, естественно, криптонит наш это арта, фугас от арты. Прилетает довольно часто и довольно ощутимый иногда урон наносит. По минусам можно отметить, что плохие склонения орудия. Ну, вот прям они говняненькие. Иногда ты наезжаешь на кочку на какую-то, ты думаешь, что сейчас вроде пойдет у тебя снаряд. Не хватает склонения орудия, чтобы во что-то попасть. И это, знаете, откладывает небольшой отпечаток все-таки на игру. Потому что вам нужно, знаете, как-то более выбирать правильную точку, позицию, в которой вы будете стоять. Однако, если вы сделали все верно, у вас не возникнет никаких проблем с этим танком. Также хотел еще рассказать вам про один большой минус этого танка. Это реально долгое КД. Ну, оно реально долгое для среднего танка. Целых 44 секунды на топовом орудии. Но это если вот у вас все как бы по обычному. А если вы, конечно, прокачаете там парочку перков, поставите парочку оборудований, оно станет быстрее. Но один хрен. Вы минимум на 38 секунд, где-то 39, выпадаете из боя. То есть вы отстреляли свой барабан, и все, и вас нету. И вы где-то должны ныкаться за это время. 40 секунд вы просто отсутствуете. А иногда у нас бои, вы знаете, по 6-5 минут идут. И поэтому сами как бы можете посчитать, какова вероятность иногда пробить что-то на этом барабане. И какова вероятность вообще выжить с таким барабаном. Она, конечно же, начинает ухудшаться. Поэтому нужно осторожно выбирать цели. Когда вы выбираете цели, вам нужно точно знать, что вы убьете эту цель. Либо нанесете ей какой-то фантастический критический урон. И не получите в ответ. Вот, в принципе, и все нужно, что узнать об этом танке. Мне он очень понравился. Я надеюсь, что вам он тоже понравился. Я уже открыл Батча 25Т, который его старший брат. Ну, я не знаю, когда я его куплю. Может быть, и никогда не куплю. Может, оставлю это. Ну, посмотрим. В общем, как и всегда, сегодня нам предстоит его прокачать. А это значит только может одно, что нам нужно отдать его в золотые руки Никиты. Именно так. Потому что Борис не умеет прокачивать средние танки. Он умеет качать тяжелые монструозные сараи, которые не едут совершенно никуда. Типа Маус. А Никита Турбо у нас он по средним танкам. Теперь он у нас по средним танкам. Я его сам на должность удар. Горячий. Он долго не хотел эту должность получать. Но я сказал, что ты должен. Ты должен это сделать. Давайте посмотрим, как выглядит наш танк сейчас. Именно так наш Батчатильон 25ТАП выглядит сейчас. Модули у нас установлены такие. Еще замечательная особенность этого танка. То, что вы можете поставить совершенно все. Совершенно все топовое. И потом поставить гусы. Разве это не прекрасно? Это просто фантастически. Это просто фантастически. И вот эта пушечка. Она видите, как мощно пробивает. По три сотни она снимает за выстрел. И бронепробитие у нас на голдовом снаряде 263. Разве это не прекрасно? Любая жопа Мауса будет недовольна этим пробитием. Ну и барабаном она тоже будет не очень довольна. В общем, надо искать уязвимые точки в танках. И тогда у вас все будет прекрасно. Давайте попробуем его прокачать. И посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, наш Батт был прокачан. И вот что из этого получилось. Из навыков мы выбрали маскировку, боевое братство и радиоперехват. Из оборудования мы установили стабилизатор, оптику и вентиляцию. Также мы добавили крепкий кофе нашим танкистам. Ну и в качестве предбоевой инструкции я выбрал продувку воздуховодов. Ну и естественно, естественно мы покрасили наш танк. Точнее нанесли маскировку на него. И вот такая вот у нас машина получается. Есть еще вариант, смотрите, как бы... Я вот лично на таком играю, мне очень нравится. Есть еще вариант заменить, допустим, оптику на приводы сведения. И получится у вас как бы более быстрая сводка. И тут уже вам выбрать, наверное, предбоевую инструкцию нужно либо на приводы все-таки, либо на вентиляцию. Все это, конечно, зависит от того, как вы предпочитаете играть. Если вам нравится сражаться где-то с тяжиками, скорее всего вам понадобятся приводы. Но в то же время, если вы любите более, знаете, такой аккуратный вариант игры, не подставляясь, скорее всего вам понадобится оптика. Я лично катаю с оптикой, поэтому я ее оставлю себе в своем варианте. Ну и мне как бы больше такой вариант заходит. Он и так как бы танк довольно-таки неплохой, довольно-таки неплохой. Я хотел сказать, очень хороший на самом деле. Мне вот такой вариант заходит больше. Вам, конечно, в зависимости от вашего стиля игры, нужно выбрать свой. Но в целом у вас будет то же самое, что в принципе и у меня. На этом наша прокачка батшателью на 25ТАП заканчивается. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться. Также, если у вас есть какие-либо секретные прокачки каких-либо танков, обязательно пишите о них в комментариях под этим видео у Дижи. Если они будут интересны, мы обязательно снимем что-нибудь по ним. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был дискотанцер Ронин. До встречи в мастерской PimpMyTank. Субтитры сделал DimaTorzok